Началась апрельская прямая линия Владимира Владимирова с результаты отработки ранее поставленных задач. Отремонтировали участки дорог в Нефтекумском и Апанасенковском округах. В Пятигорске ускорили капремонт кровью многоэтажки на улице Транзитной. А в пятой школе Светлограда после обращения на прямую линию доделали спортзал, мастерскую и площадку. Есть результаты и по обращениям участников СВО. К слову, на этой прямой линии также прозвучал вопрос от Ставропольского военнослужащего. Мужчина рассказал, что в его населенном пункте труба мешает проезду спецтранспорта, в частности пожарным машинам. Владимир Владимиров поручил профильному ведомству решить этот вопрос. Вне сомнения, этот вопрос решаем. И я еще раз главом скажу, я уверен, что многие, даже все сейчас в Глоте Лиза, вы знаете, да, что любая помощь семьям участников специальной военной операции – это наша приоритетная задача. Дадите адрес, вопрос решится, я думаю, в течение недельный срок. Обсудили на прямой линии вопросы безопасности в преддверии майских праздников. Губернатор рассказал, все специальные службы и правоохранительные органы будут дежурить во время проведения всех массовых мероприятий. Также Владимиров отметил, в День Победы на Ставрополе не будут запускать фейерверки. При этом основная часть празднования пройдет в прежнем режиме. Будет парад обязательно, обязательно будет шествие, мы его дополним еще, ну не хочу там предвосхищать, будет еще дополнительное мероприятие, которое украсит этот праздник, будет бессмертный полк в Ставропольском крае, будет гулять на Крепостной горе, на Александровской площади, на Владимирской площади, во всех территориях в Пятигорске и в Невиномысске тоже будут парады и пройдут. Также на прямую линию поступил вопрос от жительницы Ставрополя. Она попросила решить проблему с остановкой подъемника в доме на улице Вокзальной, где живет ребенок-инвалид. Владимир Владимиров поручил главе Ставрополя решить этот вопрос в кратчайшие сроки. Вы знаете, да, отношение мое к тому, чтобы помогать людям, которые в сложной жизненной ситуации находятся. Пожалуйста, надо этот вопрос решить. И вот я не понимаю, почему экспертиза до 31-го числа. Иван Иванович, если это наша экспертиза, пожалуйста, мне завтра доложите, мы ее ускорим, мы постараемся, чтобы решили мы этот вопрос. Жительница села Ульяновки Минераловодского округа рассказала, что дороги и тротуары населенного пункта нуждаются в ремонте. Губернатор Владимир Владимиров поставил задачу главе округа ускорить обновление дорог в Ульяновке. Мое личное требование, уважаемый глава, вы знаете, если мы строим дороги, значит мы строим тротуары. Вот три улицы, которые сейчас заявятся, будем строить тротуары, однозначно сделаем. Говорили и о проблемах в сфере ЖКХ. В частности, про перебои с электричеством. На частые отключения жалуются жители Исентуков. По словам Владимирова, причина в плановых работах на трансформаторе. Глава региона поручил региональному Минпрому оповещать население о возможных отключениях. Необходим вот эти плановые ремонты, просто извещать потребителей, что вот мы две недели будем ремонтировать ввод. И поэтому будут перебои. Все вопросы от неведения людей. Вот и все. Давай вот просто за аксиому возьмем и до наших операторов доведем энергосетивных компаний. И для того, чтобы они информировали людей. Потому что и телевизор там сголорает, ну мы знаем эту проблему. И бытовая техника летит. Просто как за аксиому. Коснулись и темы молодежи. В регионе активно развивается движение первых. Мы планируем до конца года 70 тысяч. Я всех призываю входить. Сегодня руководители, вернее помощники, директоров школ по воспитательной работе, вы помните, мы были первыми в эксперименты. Сегодня во всех школах Ставрополя есть уже. Во всех школах Ставрополя. И они сегодня работают с детьми. А подвижение первых, это их участие в наших мероприятиях. Вот у нас сейчас будет детская школьная весна. Вот буквально в конце апреля начнется. Однозначно будут принимать участие. Дальше формирование внутренних школьных коллективов и продвижение наших проектов. А еще стенд Ставрополя, расположенный на выставке «Россия» на ВДНХ, планируют перевести в регион. Это будет сделано для того, чтобы местные жители смогли сами увидеть все достижения края, которые представили гостям выставки. В завершении Владимир Владимиров поблагодарил ставропольцев за активное участие и отметил, что будет выстраивать работу своей команды, основываясь на озвученных людьми вопросах. Богдан Решетников, Кира Мартынова, Ставропольское телевидение. Это остальныеicas функции. Субтитры добавил